Субтитры делал DimaTorzok Он делает, он просто давит, он просто давит без шансов, они его не читают, он делает какую-то неадекватную историю и нами развалились Это просто жесть Наф, что ты просто натворил Знаешь, вот смотришь за игроком, его спалил игрок в коротком, ну все, понимаешь, сейчас игроки вместе его зажмут, выходит игрок из окна, он просто выбирает решение абсолютно нелогичное На морозе врывается в дверь и начинает по одному уничтожать, при этом Na'Vi даже по информации не успели сориентироваться Он вышел в спину к двум игрокам, увидел их, забрал еще одного и в итоге это полная доминация от канадца в этом раунде Вот это решение, посмотрите, бам, и здесь просто бинго, друзья Симпл ничего не видит, хотя нет, несколько спин, заспреил, неплохо, амане падает, пытается представлять еще зиг, не получилось, перфекта забирает хантера, Ника отвечает по флейме, перфекта остается пока тут соло на B Электроник приходит из китчена, падает и бумач в последний, но он уже, кстати, тоже в китчене и попробует тащить, спалился, понимает, что нужно поменять позицию, падает на зиг Слушай, а они как-то, по-моему, вообще не понимают, что он сейчас тут выйдет Очень-очень круто сыграл бумач в этом моменте, минус Кенни Ес, в итоге Ника остается один на один против бумача Опять, ай, нет, подвал По-моему, такое ощущение, что кто-то сказал в конце, стой, давай через подвал Ну давайте посмотрим, возможно, там хотел как-то по звуку обмануть, но, если честно, это еще одна ситуация, клатч-ситуация для Ника, но тут же маэстро бумач-то сейчас Как же они пытаются друг против друга сейчас тут подумать, Бумач уже собирался поджимать подвал, потом передумал, Ника, возможно, хочет обойти на Апленд Да, он возвращается на точку А, но Бумача так не возьмешь, Ника, Бумач Он слышит, должен слышать, мне кажется Да, все, тут без шансов, учитывая хп, просто спрей минус Ника Ух, жестко Бумач, ну это было сильно, это просто один из лучших клатчеров мира за 2021 год Да, они не знали об этом Он играет уже со спины своего противника, и обратите внимание, это очень хороший Да, он не поет в Молотов, но, в принципе, сделать один, возможно, два фрага, в этой ситуации у него возможность будет очень даже неплохая Флит играет уже на рекламе, Молотов дается в плент, Флит, два фрага ему нужно здесь сделать Первый ротанец, у него хороший фрей, про него никто не знал в этом моменте Что это происходит? Как он опять оказывается в такой позиции? Он же пробегал по огню, он топал, как его можно было не услышать? Там флешка залетала, что? Как можно было о нем не знать? Но этот буст не факт, что будет им пахнет, хотя нет, за его даже не замечает такие передвижения Позин включает Апикс С, за его решил убезопасить свою жизнь А там борьба у нас, и Blame F погибает Конфиг, сажу, уничтожает Миссу, Терпи Кейм, Траша, а Конфиг так же хоронит? Как ты просто ворвался в Молотов, который был отброшен игроками команды Виталити Они подумать не могли, что кто-то сквозь этот Молотов может сыграть Конфиг понимал, да, он сгорает, но этот маневр настолько не был ожидаем Игроками команды Виталити, что за его просто оказался вне позиции Один отсидеть, вот это реально нереальный момент Я не знаю, просто, вот давайте просто еще раз посмотрим за этим Первый минус, здесь горит Молотов, плюет на это абсолютно У нас Кристиан, он еще и выживает после этого Я думал, что НБК бы слышал, что Кримз там ходит О, GW1 vs 2 Он может сделать это, это JW раунд, если я видел его Ваши будет, да, это Tom, я знаю, тут подожди А так, раз Ils получают создание Он был бы замечательный, который был быור Он был бы приятным, но он был бы Бютер и он зафиг, он был бы передачал Это Глазом, но он не был бы виноват На самом деле, он не мог бы снять Он не был бы пришел Он был бы сюда Он не был бы виноват Он был бы следилем Он был бы виноват Ещё один раз Он был бы совершен Он был бы глуповат Я шагал О, рус ли Вот он! Береги бил, он сделал это, это огромный раунд! Четыре, четыре минуса. Четыре минуса было. Он в прыжке ворвался просто через дверь, раздал по двоим. Посмотрите на этот повтор. Это перфектно, друзья. И он выигрывает практически в соло пистолетку для команды Na'Vi. Четыре процента. Да ладно? Искусственный интеллект четыре процента на победу Бумыча. Вот это действительно подарки. Ну что ж, менее половины таймера прошло. Бумыч в девятке. Так, соперник, ну там, по-моему, аудиоинформации никакой не давал. Бумыч вряд ли посмотрит вниз. Так что, факт наличия соперников в Хэйване станет для Бумыча. Даже в случае, если он сделает два фрага полной неожиданностью. Дефуз. Бумыч. Есть мог. Что? Что? Секунда, остается Бумыч. Бумыч. Четыре процента. 16-11. Искусственный интеллект оказался прав. У Флэйви такая неловкая улыбка. Извините, фейскладно, вы снова сделали это. Это ниндзя Дефуз. Дефуз. Дважды подтверждает это звание, можно так сказать. Ну, один в три. Гениальное решение. Заходишь с девятки, бросаешь смачок. Слушай, а на что фейс отпустили? А кто там с девятки-то задесантился? Сейчас посмотрим. Вот этот господин, который сейчас... Это Рейн был. Да ладно, Рейн. Единственное, его задача было смотреть девятку. Он спрыгнул оттуда. Вот это просто поворот. Мают спорта. Он заходил оттуда. Готовься. Это было объяснение. Она больше чем-то. Субтитры создавал Doto. 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 Меджиск практически выиграл раунд для своей команды. Бустер один в один. Он дает фейк. И на него Датчанин не ведется, не ведется. Один ноль. Бустер. Хэдшот. Четвертый раунд для ВП. Вот это Тимур. Просто на стальных шарах сейчас выиграл раунд для своей команды. Четыре в два. Он просто сжег мосты. Он не оставил себе возможности к отступлению. Он точно знал. Датчанин выйдет, и я убью его в голову. Хотя был красный. Невероятно сильно Тимур рисковал. Кстати, позиция очень опасная, если честно. У рефреша он рискует отдать автомат Калашникова, если честно. Потому что даже если он берет сейчас Акселя, то его отстрелят. Он даже этого не сделал, потому что Хоббит был на ложном. И вот, собственно, наглядный пример того, как молодой игрок отдает важнейший девайс в столь серьезной ситуации. Шира с автоматом Калашникова еще и убрал Сьюша. А неужели это все-таки не будет? Шира пытается отпулить. Ну давай, давай, летит и Калаш родной. Прилетит. Прилетит, а за его бомбы, да. Все равно красиво. Посмотрите, как отфармились-то, Гамбит. У них на руках одна М-ка была. На экономическом раунде они получили в довесок еще два Калаша. Но они не стали девайс подбирать. Он не нашел их, что ли, да? Он не нашел их. Плюс Калаш в двух направлении, с зигзага и со стороны. Подгорает же Соник. Он специально, он специально подгорел. Чтобы на него посмотрели. Забайтил на себя внимание, чтобы вышел игрок с монстра. Нет, не может такого быть. Сантарес, 1-2, тачит или нет? Это же юспики. Сантарес не тащит, это оси. Какой next level просто 1000 IQ move. Это 4 юспика. Он специально подгорел на коротком, чтобы тиммейт вышел монстр и убил двоих. И вот теперь погоня за Нафаней. В попытке его убить они могут добавить Нафаня в статистику неплохое кд. Нафаня. Все, выехали за Нафаней. Нафаня! Трехочковый просто. И это не граната, друзья. Посмотрите, где я ставил. Это очень круто. Я просто уже прям видел, как этот Калаш забирают же туда. Ну, обидно. Но все-таки я бы даже не подумал, что там сзади вообще есть такая невысокая, что можно туда докинуть. Но это Нафаня. Слишком много времени потеряют. А там посмотри, где уже сами комплексы. Ну, кстати, Нави, если бы пошли, там GKS Юги уже забылиал. Но Симбл даже не знал, что тут Блэйм вышел. Видишь, Блэйм вообще зашел сейчас на степе и Симбл пошел. А Симбл с диффузами. То есть, подождите. Подождите. Симбл прикольно сейчас раунд возьмется. Садим и диффузами. Что? Что он может брать? Диффузить? Что? Симбл? Какая жесть. Что происходит вообще в этом первом раунде Нави? Что за фейл от команды комплексити? В итоге Симбл, который непонятно что сделал в этом раунде. Поначалу не купил авик, взял дигл. Полный провал от Нави в защите Б базы. Но то, как сыграла команда комплексити, как они вообще все ушли от этой бомбы. Опять-таки контролируют ситуацию на нефти. Отдымление немного мешает давать информацию с плента. Но это не беда. Есть один игрок, который уже поджал с дома. Он идет в спину. Пока они несут бомбу на базу Б. Тут уже вышел Якиндер. Посмотрите на Якиндера. Он просто ждет. Это жесть. Они идут с бомбы. Якиндер на катушке. Вы видите это, ребята? Это же просто какая-то нереальная катастрофа для Team Spirit. Минус от Якиндера. Второй. И все. Мэджикс остается последний. Как запушить вверх-вниз без регистрации на победку только что мы увидели. Мэджикс последний. Находится в шоке. И Джеймс ставит точку в текущем раунде. Как же все перевернуло. Сонторес не справляется с девайсом. Ну, напор Николая Ридса здесь действительно добротный. И Ридс получает очень много урона. Зигзаг открывается. Минус. Ну, все. По последнему есть инфа. Тут, конечно, попытка отыграть будет. Но на победку можно не рассчитывать. Оу! Так. Минус Николай Ридс. Сирсон один на один против Реза. 18% здоровья. Он отправляется на девяточку. Постарается переиграть своего оппонента. Ну, знаешь, Кита допустил ошибку. Ему ни в коем случае нельзя было открываться. Все. Тут Сирсон знает, что соперник снизу. Есть информация о том, что он красный. О! Сирсон! Да ладно! Это же... Симпл мод! Это жесть! Плюс Калашников. Хедшот плюс Калашников. Он был красный. Его ждали с Глоком. Но он просто выкинул Скаут и пикнул с пистолета. Да, Игорь. Все было именно так. Это же... Это же уже как бы прохаванный трюк. И в общем, Девайса за счет флешки отменяет на дальнюю позицию. Так, Рез. Вальд забирает. 2 в 2, кстати, момент после фрага от Флеймза. Девайс. Ну, 7 хп. Любой выстрел по нему станет фатальным. Алекси мансует пока за красным. Ну, кстати, может сейчас очень даже легко этот клатч вырулить. Он сейчас обходит справа. Его там не ждут. И все. Это раунд. Может быть. Первого видит, второго видит. Два в линейку. Он прячется. Он просто... Так, Элензи, ну, должны же понимать, что далеко сильно он не мог уйти. Какая жесть. Это жесть. Алекси Би просто на стальных сидит, не двигается. Забирает сейчас раунд для своей команды. Диффуз киты отсутствуют. Ну, конкретно на руках у Девайса, хотя там рядышком планете были. Пятнадцатый раунд для ОГ, Алекси. Кадьян не может быть ничего для своих проблем. Бомб идет, а Аксайл в смыве. Он так... свист, да? Он прыгает на здание. Я говорю о этом за год. Он подходит на уровень. Я даже не знаю, если это был настоящий save, но это самая крутая идея. 23. И он высшит себя достаточно. Я жюю, что это может быть самым. Какой гардер! Я не могу верить, что мы его увидели так быстро в Тима Верго. Вот мы. Широ проверяет его в МДС, как жестко! Но жестко стреляет и Широ. Кстати, у Акселя был интересный момент на лонге. Там игрок атаки вслепую начал зажимать. Широ хочет загнать. Смотри, Широ будет загонять. Хаешка Доси, но Молик. Сеймемся, пацаны! Включите ковры! Большие! Ай-яй-яй, вот... Хорош, хорош. Все, это новый мемчик у нас. Дося одобряет. Я вот сижу, смотрю, хоть это не провтыкал. Хоть это не пропустил. Сору, 19 хп ставит бомбу. Так, Айсмен. Он не услышал проход по КТ, но, скорее всего, глазами дочекает. Моу делает фраг. А Айсмен еще одного ждет. Он видел, которого мимо него пробежал? Нет? Так, так. Кучу пытается собрать. Отлично. Видит двоих. Может такое брать? Разворот нет, Фейм не попадает. 1-1 Айсмен против Моу. Матч поинт для команды К23. Прямо сейчас дым на дифьюз накидывает Айсмен. Говорит, Моу, спасибо, брат! Стоп. Поиграем еще. Айсмен по периметру смока пошел обходить его Моу. Тонкий момент, и все-таки Айсмен тащит. Боже, как он вот это вот делает? Знаешь, он одного на КТ пропустил. Нам обсервера не показали. Там можно было только догадываться, знает ли он, что один мимо него прошел или нет. А как там, забуститься хотят? Ну, сейчас посмотрим. Дострелять. Получается вообще, я не вижу. Он летит. Он шевелится, но с пистолета тяжело. Шевелящийся коллаж. Там, по-моему, бродюрчик какой-то есть. Так, ну, по-моему, теперь достанет. Оп, оп. Да, забрал. Да. Смотри. Идеально. Все. Красиво сделано. Красиво. 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 Красиво.